В этот раз я не буду суммировать то, что мы прошли в прошлый раз. Однако я постараюсь заново ответить на тот вопрос, который был задан в конце нашей прошлой встречи. А по поводу того, почему мы не можем превозносить страсти, если ничто не мешает Алкевиаду в пире, например, превозносить смелость или мужество Сократа, вместо того, чтобы описывать его мужественный поступок. Мой прошлый ответ был забавный, но мне не кажется, что он был верный. Верный ответ выглядел бы следующим образом. Алкевиад может превозносить мужество точно так же, как он может превозносить мужественный поступок, в смысле описывать мужественный поступок. Потому что мужество – это не страсть. Мужество – это добродетель. Добродетель, имеющий дело с преодолением страха. Ультимативно, конечно же, страха смерти. Мы увидим потом, что, например, Платон распространяет мужество не только на страх смерти, а ещё и на многие другие страхи и превращает мужество буквально в умеренность. Однако, если мы возьмём сам страх сам по себе, страх как некое чувство, как некий пафос, как некую страсть, то, очевидно, невозможно ни поносить страх сам по себе, факт, что вы испытываете страх, ни превозносить это. У меня контекст был другой. Я, в общем-то, полностью с вами согласна. Но мы говорили как раз в контексте того, что мы хвалим добродетели как качество или добродетели как воплощённое в действие. Поэтому воплощённое в действие добродетель Сократа, условно, было мужество. Ну, по крайней мере, Алкевиад так это отлично. Вот поэтому технически он хвалил всё-таки Сократа за мужество. Потому что потом, когда он начал расшифровывать, что он имеет в виду, мы бы получили совершенно другую картину. То есть ему лучше было бы промолчать и сказать, что да, Сократа мужественна. И все бы сошлись на том, что ну ладно, Сократа мужественна и здорово, классно. А потом, когда они услышали всё, что именно принято всего мужества, то то истекли проблемы, на которые даже Сократ не смог глаза закрыть. Да, да, да. Ну, тогда мой прошлый ответ остаётся верным, что всё это написано Платоном и что у этого есть определённая цель. В том числе цель показать, что Сократ не обладает никаким мужеством. Что ж, тогда давайте... Да. У меня есть несколько вопросов. Давайте. Во-первых, я бы хотела более чётко для себя прояснить, что на счёт самого политика. Иными словами, да, политик здорово, вершина иерархии, классно, прекрасно. А зачем? Ему государство нужно для тех же целей, чтобы, как и все граждане, быть счастливым. Но поскольку он стоит вне закона, и он уже должен делать добродетельный закон, он же подразумевает, что должен быть добродетелем. Всё классно и всё здорово, но ему тогда всё это зачем? Зачем ли мы воспитывать других? Зачем воспитанному воспитывать их сами? Я понимаю, понимаю, это хороший вопрос. Мы ещё, наверное, не видели ответа на него со стороны Аристотеля. Быть может, ещё увидим. Мы предполагаем, что мы верим Аристотелю в утверждение о том, что общее благо стоит выше частного. Таким образом, забота об общем благе стоит выше, чем забота о частном благе. Если благо – это счастье, то забота об общем счастье должна стоять выше, чем забота о частном счастье. Это понятно. Следовательно, это более высокая цель, чем цель частного счастья. Но всякий, кто не политик, в таком случае преследует личные цели, а значит, он заведомо… Ниже, чем, конечно. Именно поэтому политика… Я бы даже сказала порочнее. Он ведь ставит приоритеты. Он приоритет ставит личное. То есть он уже своекорыстен, всё так… Нет, нет, нет. Он, конечно, может ставить приоритет всё, что угодно, но до тех пор, пока мы говорим о счастье, всё это делается только в рамках добродетели. Он не порочнее, он ниже, да. То есть политика – это искусство искусств, обнимающее в себя все искусства. Её цель явно выше, чем цель отдельных искусств. Каждый отдельный человек может заниматься отдельным искусством и таким образом двигаться к счастью и быть добродетельным. Но для этого ему обязательно нужна политика. Соответственно, в вопросе, что в этом политику, ответ – политики – это особые люди, не большинство, очевидно, которые способны преследовать более высокие цели. Хорошо, эти более высокие цели, мы уже обсуждали, они практически недостижимы. Ну, то есть сделать всех граждан добродетельными, равными, счастливыми. Это, конечно же, невозможно. Но тот факт, что нечто невозможно, не означает, что… Да, но это здоровье, да. Да, это именно то, о чём я хотела второй вопрос задать. Политик, как лекарь, тогда практически ничем не отличается. Если больной выздоровеет, он не будет нуждаться в лекарях. Если его почту будет добродетельным, он не будет нуждаться в политиках. Я знаю, чем вам ответить. Если вы позволите мне найти этот отрывок, мы сможем просто прочесть. И у нас не будет серьёзных к этому тогда вопросов. Это политика, вы вместе со мной можете её открыть. Это первая книга, тут вопросов никаких нет. Это политика 1257б, 15, 17-й цифра, страничка, 392 электронная и 392 настоящая. Ввиду всего вышеизложенного на правильном пути исследования стоят те, кто определяет богатство и искусство наживать состояние как нечто отличное одно от другого. В самом деле искусство наживать состояние и сообразное с природой богатство суть вещи различные. Искусство наживать состояние относится к области домохозяйства, а торговая деятельность создаёт имущество не всякими способами, а лишь путём обмена имуществом. Торговля, по-видимому, имеет дело главным образом денежными знаками, служащими необходимым элементом и целью всякого обмена. И богатство, являющееся в результате применения этого искусства наживать состояние, действительно не имеет каких-либо пределов. Подобно тому, как медицина имеет беспредельную цель абсолютное здоровье человека, точно так же и каждая из искусств беспредельна в достижении своих целей, и к этому они больше всего стремятся. Но те средства, которые ведут искусство к достижению его цели, ограничены, так как сама цель служит в данном случае для всякого искусства пределом. Подобно этому, и в искусстве наживать состояние никогда не бывает предела в достижении цели, а целью здесь оказывается богатство и обладание деньгами. Напротив, в области, относящейся к домохозяйству, а не к искусству наживать состояние, предел имеется, так как целью домохозяйства служит не накопление денег. Вместе с тем ясно, что всякого рода богатство должно бы иметь свой предел, но в действительности мы видим, происходит противоположное. Да, достаточно. Цель беспредельна для всех искусств, но чёткими и предельными являются средства. Средства политика стоят явно выше, чем средства врача, потому что средства врача имеют отношение только к телу, средства политика имеют отношение только к душе, или по большей части к душе. То есть все искусства абсолютно одинаковы и равны, если вы хотите, в том, что их цель беспредельна, недостижима. Но они отличаются в зависимости от… И дальше мы предлагаем критерии. Ещё вопросы какие-нибудь есть? Да, у меня был вопрос. Да, давайте. Можно ли тогда сказать, что эмоции и всё, что эмоциональное, не есть человеческое, ибо оно не есть разумно? То есть глупо на самом деле бояться. Вот для человека зачем бояться? Я знаю, что если я выйду в окно, то я выпадаю. Зачем мне бояться? Странно. Или зачем мне бояться темно-то, он же не опасно. Ну, эти эмоции являются животными, и в этом смысле, конечно, естественными, как вы понимаете. То есть их испытывает та часть души, которую мы называем желающей, она, видите, так и называется – желающая часть души. И в этом нет ничего неестественного, это нормально. Ну, мы же говорим, что, вот вы говорили, что труд физический не есть человеческий труд. Да, да, да. Тогда можно ли сказать, что эмоции, которые не есть логичные, есть что-то скотское, что-то вот оттуда? Ну, так сказать можно, и я боюсь, что вы встаёте на тот путь, на который встали, естественно, многие вслед за Аристотелем, и так прочитав Аристотеля. Да, конечно. То есть, конечно же, человек, как существо разумное, должен… ну, он не может быть лишён эмоций, да, то есть они всё равно пробиваются, но он с помощью разума не просто должен их контролировать, к чему призывает, как вы помните, Аристотель, но и целиком и полностью уметь подчинить их себе. Хорошо. Давайте. Ох, давайте представим эту таблицу вместе с Аристотелем, потому что она, быть может, даже будет нам полезна. Итак, Аристотель закончил с общим определением добродетелем, затем дал частное определение добродетели, и вот теперь переходит к тому, чтобы дать описание каждой отдельной добродетели. И начинает он… С мужества. Кажется, по порядку, да. Это мужество. Итак, первый наш добродетель – это мужество. Итак, мужество – это обладание серединой между страхом и отвагой. Да, Аристотель уже говорил нам, что добродетель середина, и он выдает два порока соответствующих мужеству. Один идет в знак минус, другой идет в знак плюс. Название для тех, у кого избыток бесстрашия… У кого избыток бесстрашия – нет. Нет. Как и вообще многое не имеет имени. А кто излишне отважен – смельчак, и кто излишне страшится и недостаточно отважен – трус. В связи с удовольствиями и страданиями, страдания имеются в виду не все в меньшей степени, и не в том же смысле, что удовольствие, обладание серединой – это благоразумие. Это умеренность. Это удивительное дело. С удовольствиями и страданиями речь идет только об медленности. Мы сразу должны задаться вопросом. Разве не все добродетели касаются удовольствия и страданий? Но Аристотель добавлял, когда говорил о добродетелях, удовольствиях и страданиях. Что еще он добавил? Хорошее и плохое удовольствие и страдания. Нет, нет, нет. Помните, он сначала говорил только удовольствие и страдания, а потом добавил еще две вещи. Хороший и плохой. Нет. Которые как бы ведут к удовольствию и страданиям. Вернее, к удовольствию. Одна из них была полезная, а вторая? Страсти нет. Нет. Если вы не вспомните, я тоже не вспомню. А вторая прекрасна. Умеренность имеет отношение к удовольствию и страданию. Все, мы можем сказать, добродетели имеют отношение к удовольствию и страданию. Однако есть добродетель, связанное с ними напрямую. И это умиренность. Ага. Так, где вот там? А избыток – распущенность. Ага. Люди, которым бы недоставало чувствительность к удовольствиям, вряд ли существуют. Именно поэтому для них не нашлось названия. Так что пусть они будут бесчувственные. Хорошо. Что касается даяния имущества и его приобретения, то обладание в этом середине – щедрость. А избыток и недостаток – мотовство и скупость. Как вы видите, щедрость касается даяния имущества и его приобретения. То есть отдавание имущества и его получения. Щедрость касается денег. Те, у кого избыток и те, у кого недостаток, поступают при даянии и приобретении противоположным образом. В самом деле мод избыточно расточает и недостаточно приобретает, а у скупого избыток в приобретении и недостаток в расточении. Конечно, сейчас мы даем определение в общем виде и в основных чертах, и этим здесь удовлетворяемся, а впоследствии мы дадим всему этому более точное определение. С отношением к имуществу связаны и другие наклонности. Обладание серединой здесь великолепие. Великолепие ведь не то же, что щедрый. Первый проявляет себя в великом, второй в малом. А избыток здесь – безвкусная пышность и недостаток – мелочность. Великолепие, как и щедрость, тоже имеет отношение к деньгам. Эти виды порока отличаются от тех, что соотносятся с щедростью, о чем именно будет сказано ниже. В отношении к чести и бесчестью обладание серединой – это величавость. Избыток именуется, может быть, спесью, а недостаток – приниженностью. В каком отношении, по нашему суждению, щедрость, отличаясь тем, что имеет дело с незначительными вещами, находится к великолепию, в таком же отношении некая другая наклонность находится к величию души. Так как величие души связано с великой честью, а эта наклонность – с небольшой. Можно ведь стремиться к чести столько, сколько следует, а также больше и меньше, чем следует, и тот, чьи стремления чрезмерны – чистолюбив, а чьи недостаточны – нечистолюбив. Тот же, кто стоит посередине, не имеет названия, безымянные и соответствующие наклонности, за исключением чистолюбия у чистолюбца. Отсюда получается, что крайности присуждают себе наименование промежутка, и мы иногда называем того, кто держится серединой, чистолюбивым, а иногда – нечистолюбивым, и хвалим то чистолюбивого, то нечистолюбивого. Почему мы так делаем, будет сказано впоследствии, а сейчас будем рассуждать об остальных наклонностях тем способом, какой мы здесь ввели. Да, а Листотель как что дает нам план будущих книг? Возможен избыток, недостаток и обладание серединой в связи с гневом, причем соответствующие наклонности, видимо, безымянны, и все же, называя ровным человека, держащегося в этом середины, будем называть обладание серединой ровностью, а из носителей крайностей тот, у кого избыток, пусть будет гневливым, и его порог – гневливостью, а у кого недостаток – как бы безгневным, и его недостаток – безгневностью. Существует еще три вида обладания серединой. В одном они подобные, а в другом различные. Все они касаются взаимоотношений людей посредством слов и поступков. А различие их в том, что один связан с правдой в словах и поступках, а два других – с удовольствием. Это касается как развлечений, так и вообще всего, что бывает в жизни. Поэтому надо сказать и об этом, чтобы лучше понять, что обладание серединой похвально, в чем бы то ни было. А крайности и непохвальны, и неправильны, но достойны лишь осуждения. Впрочем, и тут по большей части нет названий. Мы же попытаемся все-таки так же, как и раньше, тут тоже создать имена ради ясности изложения и простоты усвоения. Вы видите, хотя Аристотель отталкивается от языка и от повседневного употребления слов, чтобы быть понятным, он натыкается постоянно на проблему того, что нет четких обозначений вещей, которые его интересуют. Поэтому их приходится придумывать. Итак, что касается правды, то пусть кто держится в середине, называется, так сказать, правдивым. Обладание серединой и правдивостью, а извращение истины в сторону преувеличения хвостовством, и его носитель хвостуном, а в сторону умоления притворством, и его носитель притворный. Вы видите пока простую схему центра и два полюса. Центр и два полюса. По отношению к удовольствиям в развлечениях, держащиеся середины – остроумный, а его склонность – остроумие. Избыток – это шутовство, а в ком оно есть – шут. Тот же, в ком недостаток – это может быть неотесанный, а склад его души – неотесанность. Об остальных вещах, доставляющих удовольствие, скажем, что человек, доставляющий нам удовольствие должным образом, друг, и обладание серединой – дружелюбие. А кто излишне заботится о нашем удовольствии, но не ради чего-то – угодник. А если же он ведет себя так, ради собственной выгоды, то он подхалим. У кого же в этом отношении недостаток, и кто сплошь и рядом доставляет неудовольствие, тот как бы зловредный и вздорный. Ага, этого достаточно пока что. Итак, давайте мы посмотрим, воплощается ли план Аристотеля, который он набросал нам здесь, внутри самой книги. В конце этой книги Аристотель обсуждает сначала мужество, потом умеленность, затем мы переходим к четвертой книге, там действительно обсуждается щедрость, мужество и умеленность, там действительно обсуждается щедрость, затем великолепие, затем величие, затем безымянное добродетель, относящийся к величию, как щедрость к великолепию, затем ровность. После ровности идут три добродетели – общительность, остроумие и дружелюбие. Но, как вы увидите позднее, как мне кажется сейчас, если я верю себе, после общительности Аристотель называет не остроумие, а уверенность или дружелюбие. А остроумие или чувство юмора оказывается последним. То есть девять и десять почему-то меняются местами. Наконец, Аристотель говорит в конце четвертой книги, он переходит в теме, которая его волнует. Там он говорит о псевдодобродителе справедливости. Но вообще четвертая книга, соответственно, начинает осуждение о справедливости. Как вы понимаете, есть вопрос по Аристотелю. Много вопросов, но мы начнем с простого. В этом перечислении добродетелей, которых мы имеем и на которых мы остановились, оно не финально. У него есть еще несколько замечаний. Пожалуйста. Обладание середины возможно и в проявлениях страстей, и в том, что связано со страстями. Так, стыд не добродетель, но стыдливый, заслуживает похвалы и в известных вещах держится середины. А у другого – излишек стыда, например, у робкого, который всего стыдится. Да, стыд не добродетель. Вы увидите потом, почему. Но пока что мы не можем записать его в наш список добродетелей. Если же человеку не хватает стыда или его нет вовсе, он беззастенчив, в то время как держащийся середины – стыдливый. Негодование – это обладание серединой. Да, то есть, еще разочек. Стыдливость – это середина, но стыдливость – это не добродетель. Негодование – это обладание серединой по сравнению со злобной завистью и злорадством. Это все связано со страданием и удовольствием из-за происходящего с окружающими. Кто склонен к негодованию, страдает в виде незаслуженно благоденствующего, а у завистливого в этом излишек, и его все хорошее заставляет страдать. Что же до злорадного, то он настолько лишен способности страдать, что радуется чужой беде. Об этом, однако, уместно будет сказать и в другом месте. Да, негодование также попадает в список добродетелей после стыдливости. Что же касается справедливости, поскольку это слово неоднозначно, то после разбора вышеназванных добродетелей мы скажем о той другой справедливости, в каком смысле каждая представляет собой обладание серединой. Это же относится и к добродетели рассуждения. Угу, достаточно. Справедливость единственная не имеет противоположностей. Пока что. Ну, понятно, не бывает слишком много справедливости. Поэтому Аристотель вынужден сказать, что справедливость особенная. А почему мы стыд все-таки не отнесли? Потому что Аристотель сказал, что вот вышеназванные добродетели. То есть он... Он при этом текстом сказал, что стыд – это не добродетели. А где здесь вышеназванные добродетели? Вот текст. «Обладание серединой возможно и в проявлениях страстей, и в том, что связано со страстями. Так стыд – айдос – не добродетель, но стыдливый заслуживает похвалу». Зачем хватит хвалить то, что есть добродетели? Мы же вот эту схему. Там вот это счастье, добродетель, похвала. Хороший вопрос. Как так получается, что стыд – это скорее страсть, чем добродетель? А Аристотель говорит нам, что мы не можем хвалить или порицать сами страсти. А потом говорит, что стыд, как страсть, заслуживает похваления. Это суперхороший вопрос, на который ответить довольно-таки сложно, но можно попытаться. Когда Аристотель будет обсуждать стыд отдельно, он прямым текстом скажет. «Стыд, конечно же, не добродетель, потому что у взрослых людей его нет. Стыд есть только у детей. И в этом смысле стыд заслуживает похвалы, потому что он помогает корректировать поведение детей». Ну как это у взрослых нет стыда? Когда вы начнете работать, вы очень быстро заметите, что ваш начальник никогда не будет извиняться за свои ошибки. Он начальник. И никогда не будет признавать их. Это же касается любого взрослого. Взрослый не признает ошибок, потому что не совершает их. То же самое касается и стыдового Аристотеля. «Стыд, – говорит Аристотель, – это результат того, что вы сделали что-то неправильно, но взрослый человек не совершает ошибок. Это присуще только детям, только незрелым умам». «Он думает, что он не совершает ошибок, а говорит – совершает им». Нет, нет, нет. В смысле ошибка – это когда вы хотели одно, а получилось другое. Вот когда вы хотели одно, а получилось другое, вы как бы не можете нести за это ответственность. И поэтому вы только стыдитесь. Но взрослый несет ответственность за все свои поступки. А значит, он не может признать, что то, что он сделал, результат его действий случайный. Потому что если бы результаты действий были случайны, тогда у нас бы возникло полнейшее непонимание того, как мы отделяем добродетель от случайности. Но когда человек, допустим, крадет еду из магазина или убивает другого человека и делает это осознанно, он же… ну нельзя же сказать, что он не ошибается. Как это? Он не ошибся ни одним местом, он придумал план, этот план осуществил, где там ошибка. Вот если бы его поймали во время осуществления этого плана, он бы мог сказать, что это была ошибка, но едва ли бы он стыдился того, что его поймали. Но он может стыдиться того, что сделал. Не соответствует справедливой отношения. Нет, конечно, он может стыдиться того, что сделал, но тогда мы сможем смело сказать, что это признак незрелости ума. А как определить взрослого человека, кто есть взрослый? Вот вам первое определение. Взрослый не совершает ошибок и не имеет чувства стыда. Но это, получается, все равно должен быть человек, который стоит над другими людьми. Над детьми. Над незрелыми ума. Над незрелыми тоже. В частности, да, конечно. Но мы прочтем это у самого Аристотеля. Итак, у нас почему-то в моем плане, который я вам описывал, почему-то нет негодования. Сейчас я помню, что вообще Аристотель его обсуждает. Видимо, это недостаток моего плана и моя проблема. Дочитаем до четвертой книги, увидим, обсуждается ли оно, пока вы должны его отметить, чтобы оно у вас было. Первые десять добродителей идут до псевдодобродителей стыда. А после псевдодобродителей стыда появляется негодование и справедливость. Аристотель говорит, что справедливость суперсложная. Невозможно объяснить ее сходу. Почему негодование находится после псевдодобродителей? Почему справедливость? Понятно. А почему негодование-то? Смотрите. Дружелюбие, остроумие, правдивость, ровность, величие, безымянный добродетель, величавость, щедрость. Кажется, все это есть результат поступков. Все это отражает добродетель как поступок. Но мне кажется, что негодование скорее выглядит как страсть. Точно так же, как стыд. В любом случае, тот факт, что Аристотель в своем плане помещает негодование после стыда и справедливость после стыда, и при этом стыд не добродетель, а со справедливостью проблемы, должно показать нам, что с негодованием тоже какие-то проблемы. Более того, помните, вот смотрите, везде здесь до негодования. Аристотель объяснил нам, к какой страсти или части жизни относится та или иная добродетель. Мужество касается страхом, умеренность, удовольствие, щедрость и великолепие касаются имущества или приобретения имущества, то есть того, что мы сегодня могли бы назвать жадностью перед духом предпринимательства. Величавость и безымянный добродетель касаются чести. Ровность касается гнева. Правдивость, остроумие, дружелюбие касается отношений с людьми, общения. Чего касается негодования? Ну, наверное, тоже нельзя. Смотрите, что пишет Аристотель, еще раз, 11.08b. Негодование – это обладание серединой по сравнению со злобной завистью и злорадством. Это все связано со страданием и удовольствием из-за происходящего с окружающими. Это все связано со страданием и удовольствием. Негодование каким-то образом связано с умеренностью, с теми же страстями, с которыми связана умеренность. Почему негодование нельзя назвать умеренностью? Ну, там же написано, что происходящее с окружающими. То есть, если умеренность относится, не относится к людям, она может относиться к чему-то неодушевленному. Нельзя злорадствовать над вином. Оно может быть умеренностью по отношению к употреблению вина, да? Да. Да, хорошо. Вы хотите сказать, что вот здесь, когда появляется отношение с людьми, появляется также… Но это проблема. Стыд – псевдодобродетель. Почему негодование не поднять выше, чем стыд, и не сказать, что все это имеет отношение с людьми? Можно ли сказать, что негодование относится сразу к нескольким? Ну, то есть, как бы и к отношению с людьми, и к удовольствию и страданию? Это нарушает наш красивый и стройный план. Ну, можно так сказать, да. Мне кажется, что мы также упускаем утверждение о том, что негодование – это строго отрицательная штука. Помните, арестователь говорит, есть такие страсти и такие действия, которые не могут быть добродетелями в принципе. Человек – убийство, что-то еще он приводит в примеры. Негодование – строго отрицательная, умеренность – положительная штука. Но негодование, даже учитывая, что негодование – это середина между затаенной злобой и невероятно жестоко выраженной явной злобой, все равно является проявлением злобой. Не является ли негодование тогда скорее отрицательной эмоцией, нежели чем добродетель? Но справедливость тогда, она же негодовая. Справедливость сомнительна, потому что против у нее мы не можем найти два полюса. Она настолько сложна и многообразна, как вы потом поймете, если мы дойдем или вы дочитаете, что с ней просто ничего нельзя сделать. У справедливости будет несколько определений. Несправедливость как законность, справедливость как честность. Не в смысле говорения правды, а в смысле, когда вы говорите «этот человек честный человек». У нее будут всевозможные переплетения, вопросы, можно ли быть несправедливым по отношению к самому себе, можно ли совершать несправедливость, если ты делаешь это с согласия того человека, по отношению к которому ты совершаешь несправедливость и так далее, и так далее, и так далее. С несправедливостью понятно, почему она внизу. Почему негодование? Внизу вот у нас миллион вопросов. Хорошо. Теперь мы должны перейти к следующему моменту, если у вас нет общих замечаний. Аристотель даёт список из 11 добродетелей. Справедливость – большой вопрос. Стыд не считается добродетелем. Конечно, мы можем спросить себя, значит, какая добродетель является центральной. И тут у нас какая центральная по номеру, если их всего 11? Какая это первая? Шестая. Безыменная, то есть. Да. И помните, я говорил вам, что это проблема. Для Аристотеля всё это как бы нормальное восхождение. Мужество – это самое низкое добродетель, справедливость – это самое высокое добродетель. Но у нас возникала проблема. Щедрость и великолепие явно связаны как низшее с высшим. Потом возникает величавость, а потом возникает безымянный добродетель, который Аристотель говорит и здесь, и дальше по тексту. А относится к величавости как щедрость к добродетели. Понимаете, да? То есть на самом деле нужно что сделать? Поменять их местами. Поменять их местами. И тогда в центре станет что? Величавость. Да. Это первое замечание. То есть теперь нам кажется, что мы понимаем, почему он нарушает порядок, чтобы в центр поставить безымянный добродетель. Теперь второе дело. Мы должны спросить себя, откуда такой список добродетелей, а не какой-то другой? Классических добродетелей всего четыре. Умеренность, справедливость, мужество, мудрость. Всё, куда больше-то. Зачем больше? Аристотель даёт список из одиннадцати. Справедливость пока отпускаем. Хотя давайте и справедливость туда возьмём. Вопрос. Откуда такой список длинный? Аристотель пытается, можем мы предположить, закрыть этим списком все сферы человеческой жизни. Потому что только тогда этот список может считаться полным, если он закрыл все сферы человеческой жизни, в которых вообще можно отправлять добродетели. Вопрос. Это так. И почему Аристотель думает, что у него получилось? Значит, что это за сферы человеческой жизни? Вместе будем смотреть. Страшное? Понятно. Удовольствие и страдания? Да, допустим. Вопрос о деньгах и имуществе. Вопрос о чести. Вопрос о гневе. Вопрос об отношениях с людьми. И вопрос об отношениях с государством. Нет, плохо звучит, но справедливость тоже касается отношений с людьми. Это доказатель, относящийся к отношению с людьми, по-другому. Давайте вот сюда. Ну, как негодование, наверное. Ничего не упустил, как вам кажется? Ничего не забыто. Подумайте о своей повседневной жизни. Понятно, вот вы испытываете какой-то страх. Потом станет понятно, что... Надежда. Ну, смотря на что, Надежда? Если удовольствие и страсть, то вот она. Если деньги, то вот она. Если честь, то вот она. Если месть, то вот она. А страх? Страх перед страстью, перед деньгами, которые могут тебе раздать. Страх? Вот он. Нет. Аристотель вывернется. Аристотель не Платон. Аристотель скажет, что... Если, ну, бояться приобретать деньги, это, конечно... Бояться, чтобы другие приобретали деньги, чтобы они тебя потом выдавили, например, с твоей квартиры. Бояться, чтобы другие богатели? Ну, пришел... Это зависть, наверное, какая-то, да? Пришел дяденька и сказал. Это зависть. Но зависть ведь не добродетель. То есть, когда вы просто завидуете кому-то, вот это вот злоба... Еще раз, негодование. Посмотрите, как оно красиво там называет его. Негодование – это обладание серединой по сравнению с злобной завистью и зловодством. То есть, это негодование, да, в отношении с другими людьми. Там же вы же не к деньгам это относите, правильно? А к человеку? Вы боитесь, что человек... Но все добродетели, они как бы хорошие, да? Да. Да. И все они добрые. Да. Ну, с негодованием у нас вопрос, да? Как такое может быть? А вообще, да. То есть, все, что было злым по умолчанию, о чем Аристотель уже говорил нам, и что мы читали на прошлой встрече, все было выкинуто. Не может быть... Есть такие страсти, которые не могут быть добродетельными. Ну, что, нет у вас версий? То есть, просто возьмите повседневность. Ну, страх мы не берем вообще, потому что вас не ждет страх смерти, в смысле страх пойти в бой. Ну, прекрасное мы отнесли вот уже ко второму, да? Все добродетели имеют отношение к благу. А, прекрасное, в смысле, ага. Ну, вот честь, это буквально прекрасное. То есть, высшие добродетели имеют отношение к прекрасному. Высшие индивидуальные добродетели имеют отношение к прекрасному. Щедрость и величие тоже, особенно великолепие, относятся к прекрасному. Потому что щедрость, это когда вы просто деньги раздаете, а великолепие, это когда вы делаете то же самое, только в 10 раз больше. Нет у вас версий, да? Ну, ладно, ничего страшного. Тогда будем... Не-не-не, у меня тоже нет версий. Тогда будем двигаться дальше. У вас есть версия. Или вы просто решили... Это что, вы в голос, что ли, опять пошли? Давайте дальше. Итак, существуют три наклонности. Две относятся к порокам, одна в силу избытка, другая в силу недостатка, и одна к добродетели, в силу обладания серединой. Все эти наклонности в изместном смысле противоположны друг другу, ибо крайние противоположны и среднему, и друг другу, а средний крайне. Ведь так же, как равное в сравнении с меньшим больше, а в сравнении с большим меньше, так и находящиеся посередине склады души располагают избытком сравнительно с недостатком, и недостатком сравнительно с избытком, как в страстях, так и в поступках. Так мужественный кажется смельчаком по сравнению с трусом, и трусом по сравнению со смельчаком. Подобным образом и умеренный в сравнении с бесчувственным распущен, а в сравнении с распущенным бесчувствен. А щедрый перед скупым – мод, а перед модом – скупец. Ну, видите, все это очень относительное дело. Причем настолько относительное, что даже на одной из коленов все равно получаем относительность. Кроме того, некоторые крайности представляются отчасти подобными середине, как, например, смелость мужеству или мотовство щедрости. Крайности же не имеют между собой никакого сходства, а более всего удаленное определяется как противоположное и, следовательно, более противоположно то, что больше удалено. Да. Середина может походить на крайности. То есть она может походить как на одну крайность, так и на другую. Крайности не могут походить друг на друга. Это самый простой способ отделить крайности от середины, если вы находитесь в какой ситуации, в которой определить это очень сложно. Середине же в одних случаях более противоположно то, в чем недостаток, в других то, в чем избыток. Да. К чему Аристотель клонит? К тому, что есть такие пороки, которые все равно можно хвалить, потому что они явно лучше, чем их противоположности. Возьмем не годование, а, например, дружелюбие. Условно говоря, черствый гораздо лучше, чем угодник. А, нет, тут подхалима угодник, да? Кто излишне заботится о нашем удовольствии, тот угодник. А если ради, собственно, выгоды, то он подхалима. Нет. Ну, в общем, вы поняли пример. Главный пример у меня нет. Вы поняли, что я имею в виду. Ну, с мужеством, по-моему. Оно лучше быть безбашенным, отважным, чем быть трусом. По-моему, у него такая... Ну, хорошо. Хорошо. Скажем, мужеству более противоположны не смелости, в которой избыток, а трусость, в которой недостаток. Напротив, умеренности не так противостоит бесчувственность, в коей присутствует какая-то обделенность, как распущенность, состоящая в излишне. Да, видите, два примера. Оба минимальные примеры на самые базовые добродетели. И оба показывают, что, естественно, тот, кто в большую сторону, гораздо лучше, чем тот, кто умерен в меньшую сторону. Это происходит по двум причинам. И одна из них заключена в самом предмете. Ведь поскольку одна из крайностей ближе к середине и довольно похожа на нее, мы противопоставляем ее не середине, а скорее противоположной крайности. Например, поскольку смелость представляется более или менее подобной и близкой мужеству, то более непохожей будет трусость. Ее мы резче противопоставляем мужеству. А ведь то, что дальше отстоит от середины, кажется и резче противопоставленным. Да. Таким образом, у нас не ровный отрезок, где ровно посередине находится добродетель. Мы, во-первых, говорили, что у добродетеля всегда есть люфт. А во-вторых, теперь Аристотель говорит нам, что у нас есть не только люфт, но у нас вполне возможна ситуация, когда порог один гораздо ближе к добродетели и к люфту добродетели, чем другой порог. То есть это неравноудаленная ситуация, где, опять же, он говорит, что так возможно только у некоторых добродетелей, не у всех. Соответственно, картина все усложняется, усложняется и усложняется. Мы не только должны принимать во внимание люфт добродетели, мы еще и должны принимать во внимание, что какие-то пороки крайне ближе находятся к добродетелю, чем какие-то другие пороки. И что вот такая ситуация, она не у всех добродетелей, а только у некоторых добродетелей. Я уж не говорю про Аристотелевское, где, когда, как, при каких обстоятельствах и так далее. То есть при каких-то обстоятельствах, но если мы берем где, когда, как, этот отрезок, он условно может сместиться и другой порог, он все равно станет ближе, чем более предпочтительный сейчас. Да, мы можем себе представить, что, скажем, на самом деле, хотя этот порог ближе к добродетели, чем вот этот, но в данном конкретном случае к люфту добродетели этот порог ближе, чем тот. Этот становится ближе, да. И так, это и есть одна из причин, заключенная в самом предмете. Другая же заключается в нас самих, ибо чем более мы склонны к чему бы то ни было, тем более это, видимо, противоположно середине. Например, мы сами от природы более склонны к удовольствиям, и потому мы восприимчивее к распущенности, нежели к скромности. Так что мы считаем более резкой противоположностью середине то, к чему в нас больше приверженности. Ещё один параметр, усложняющий всю эту штуку. То, что нам даётся сложнее, то нам кажется дальше. Один из двух порогов даётся нам легче, чем другой, и потому другой кажется нам дальше от добродетелей, чем тот, к которому мы склонны. И вот по этой причине распущенность, будучи излишеством, резче противопоставлена умеренности, чем бесчувственности. Итак, о том, что нравственная добродетель состоит в обладании серединой, и в каком смысле, и что это обладание серединой между двумя пороками, один из которых состоит в избытке, другой в недостатке, и что добродетель такова из-за достижения середины как в страстях, так и в поступках, обо всём этом сказано достаточно. Вот почему трудно это дело быть добропорядочным. Ведь найти середину в каждом отдельном случае – дело трудное, как и середину круга не всякий определит, а тот, кто знает, как это делать. Точно так и гневаться для всякого доступно. Так же, как и просто раздать и растратить деньги. А вот тратить на то, что нужно, сколько, сколько нужно, когда ради того и как следует способен не всякий, и это непросто. Да, два замечания к трудностям. Первое – очень сложно понять, что в данной ситуации добродетель. И второе – Аристотель никогда не забывает, что знание – это не сила, и одного знания недостаточно. Очень сложно достигнуть, когда ты понял этой добродетели. Очень сложно понять, как быть умеренным, хотя ты знаешь, что такое умеренность, в каждой конкретной ситуации. Недаром совершенство и редко, и похвально, и прекрасно. А значит, делая середину целью, прежде всего нужно держаться подальше от того, что речь противостоит середине, как и Калипсо советует. Сторону ты должен судно отвесть от волнения и дыма. Ведь в одной из крайностей погрешность больше, а в другой меньше, и потому раз достичь середины крайне трудно, нужно, как говорят во втором плавании, избрать наименее дурной путь. А это лучше всего исполнить тем способом, какой мы указываем. Мы должны следить за тем, к чему мы сами восприимчивы, ибо от природы все склонны к разному, а узнать к чему можно по возникающему в нас удовольствию и страданию, и надо увлечь самих себя в противоположную сторону, потому что, далеко уводя себя от проступка, мы придем к середине, что и делают, например, исправляя крепежную деревья. Да, тут есть два замечания. Первое. Мы должны не столько стремиться к добродетели, сколько стремиться избегать пороков. Это проще, потому что с пороками проще разобраться, чем с добродетелью. И второе. Как искать добродетель? Кажется, Аристотель говорит, что чем труднее нам, тем ближе добродетель. Чем тебе труднее себя вести, тем ближе добродетель. Почему? Потому что у тебя есть естественные наклонности, и эти естественные наклонности порочны, как мы уже выяснили. Поэтому борьба с естественными наклонностями все время ведет тебя прочь от полюса к добродетели. Поэтому, чем тебе труднее себя вести, то есть заставлять себя вести вместо того, чтобы вести себя, как ты хочешь, тем ты ближе к добродетели. А если человек уже добродетельный, и он получает удовольствие от того, что он поступает добродетельно? Если человек уже добродетельный. Но вот помните, как мы говорили про очередь в магазине? Нет, если человек уже добродетельный, то у него таких проблем, конечно, не возникает. Нет, но он же должен поддерживать как-то в себе эту добродетель. Нет, добродетель – это привычка. Если он уже научился, то уже всё в порядке. Но привычку тоже надо поддерживать. Ну да, реализация. Но это происходит уже без таких усилий, с какими происходит приобретение привычки. Но, хотя это и действительно так, у нас есть другая проблема. Помните старую добрую сталинскую шутку? Как бы заворачиваясь слишком сильно влево, не оказаться справа? В смысле, как бы преодолевая свою естественную наклонность к одному пороку, не улететь во второй. Не улететь в другой полюс. Но, кажется, Аристотель хорошо шутит. В любом случае, когда вы будете лететь от одного полюса к другому, вы пройдёте через добродетель. Да. А как потом укладывается схема, которая, в принципе, очень адекватно и кажется, в связи с тем, что Аристотель говорит, что у нас не отрезок, а у нас треугольник без основания? Да. Значит, схема треугольника без основания... Просто мы вполне в таком случае можем переброситься от порока к пороку, минуя... Нет, именно потому, что без основания мы не можем пройти не через землющину. То есть это всё ещё отрезок, но нет прямой связи. Я понимаю... Мне это кажется слишком странным, чтобы всё равно будем прилетать через землющину, чтобы всё это нормально. Вот эта картина, она нужна для того, чтобы придать трёхмерность тому, о чём мы говорим. То есть добродетельный не находится на одной высоте с порочными. Да. Это понятно. Но я понимаю вашу претерзию. То есть вот вы, значит, стоите в какой-то ситуации X, где ваш первый позыв, да, это, например, там накричать на кого-то. Один порок. Вы говорите себе, накричать легко, добродетель определяется сложностью. Значит, чем мне сложнее, тем я ближе к добродетелю. Значит, сейчас надо замолчать, не кричать, не злиться, не взрываться, а подавить эту, естественно, наклонность. И тогда вы, кажется, сразу проскакиваете вот сюда, ко второму пороку. Типа... Без различия. Да, 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 да. К забитости. Действительно, в реальности это так. Но когда вы подавляете себя, вы же не сразу прискачиваете из одной точки к другую, вы же успокаиваетесь постепенно. И где-то, когда вы постепенно успокаиваетесь, у вас достаточно правильное отношение, чтобы вот в точке X, когда вы успокоились, вы уже не крича, высказали свою позицию. Но если вы продолжите бить себя дальше, конечно, вы придете, но вы придете все равно через середину, через центр. Понимаете, да? Да, очень условно, но да. У меня есть внутреннее большое возражение. Нет, я следую. Но мне нужно его габризаить. Хорошо. Хорошо. В любом случае, чем чаще вы будете себя бить, тем быстрее возникнет у вас привычка начинать не отсюда, с яростного гнева, а, например, вот отсюда, с гнева спокойного, с гнева кляющего. И вы все равно будете становиться ближе к докладетелю. Разве не наоборот? Ну, условно говоря, хорошо, мы проскакиваем вот эту середину, и мы ее проскочили, потому что мы не знаем, что это середина, и нам она вообще не нужна. Ну, ну, да. И мы просто... Забили себя в умолчании. Да, 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 да. Мы сделали так раз, мы сделали так два. Неужели это будет нас приводить к середине? Наоборот, нас будет тут уводить еще больше гнев, рано или поздно мы взорвемся. И, я не знаю, не просто накричим, но еще и отлюбим. А, то есть вы хотите сказать, что типа подавленные эмоции, они потом будут вырваться? Если мы не вырабатываем привычку изначально правильно, то у нас все, наоборот, будет становиться только хуже. И то, что мы проскали на нее каждый раз, будет только хуже делать. Конечно, выработать правильную привычку нам должен помочь законодатель и закон. То есть мы на самом деле должны знать, как вести себя в этой ситуации. Если мы не знаем, как вести себя в этой ситуации, принцип все равно рабочий. То есть вы учите себя, буквально заставляете себя, не поддаваться своим естественным наклонностям при первых раздражениях. Когда вы это делаете, вы не можете сразу перескочить вот сюда в полное спокойствие. У вас в каждой ситуации будет, это как маятник, да, чем сильнее вы забираете сюда, тем он не доходит до этой точки основательно. Он доходит до сюда, до сюда, до сюда, до сюда. Тем скорее всякий ваш естественный позыв станет начинаться, он все еще будет появляться, но станет начинаться слабее. Какой здесь надо пример приводить? Ну, голод хороший пример, но он слишком простой, да, вы понимаете, если я начинал о голоде? То есть чем больше вы голодаете, тем меньше ваш голод выглядит, как первоначальный позыв к невероятному сожрать все, что можно сожрать. Открыть холодильник и съесть его. То же самое мы предполагаем, как-то так выглядят и все остальные наши естественные наклонности и наши страсти. То есть вы все еще по естественному позыву склоняетесь в любимую сторону, но потому что вы били себя палкой все время, вы приучаетесь к тому, что этот естественный позыв не может начинаться со своего пика, а должен начинаться где-то до него. И до него это ближе к добродетели. Смог вас обмануть, нет? То есть из этого следует, что, в принципе, позыв может стать добродетельным? Нет, потому что ваш естественный позыв, он все время уходит в какую-то одну из сторон. Тот факт, что позыв становится меньше, это результат не вашей естественной наклонности, а результат тренировки, результат культивации. Больше всего надо во всем остерегаться удовольствия. Видите, какой простой рецепт всегда. Мы все всегда склонны к удовольствию по уже описанным Аристотелем ранее причинам. Поэтому больше всего следует остерегаться именно удовольствию. Вернемся обратно. И увидим, что добродетель, связанный с удовольствием и страданием, это умеренность. Самое базовое требование как у Платона, так и у Аристотеля к человеку, это требование умеренности. В идеальном государстве Платона умеренность – это добродетель третьего сословия, ровно как и справедливость. Мужество – это добродетель стражей, мудрость – это добродетель царей философов. То же самое и у Аристотеля в его идеальном государстве. Его государство посредственностей – это де-факто государство умеренных людей, которые умерены во всем, находятся в середине по отношению ко всему. К богатству, к бедности, к страданию, к удовольствию, ко всему вообще. И Аристотель, кажется, объясняет нам, почему это базовое требование. То есть не все люди могут быть предрасположены к гневливости, или к честолюбию, или к корыстолюбию, но все точно предрасположены к удовольствию. Нет людей, предрасположенных к страданию. Еще разочек. Больше всего надо во всем остерегаться удовольствия и того, что его доставляет, потому что об этих вещах мы судим крайне пристрастно. А значит, именно то, что испытали к Елене старейшины троянского народа, и нам надо испытать к удовольствию и при всех обстоятельствах повторять их речи. Ибо если мы сможем так, как они, отдалить себя от удовольствия, то меньше будем совершать проступки. Да, но это известная шутка столещины троянского народа, когда увидели Елену, сказали, пусть она отойдет. Она слишком красива, слишком прекрасна. Словом, так поступая, мы, чтобы сказать лишь самое главное, лучше всего сумеем достичь середины. Это, вероятно, трудно, и особенно в каждом отдельном случае, ибо непросто определить, как из кого, из-за чего и сколько времени следует, например, гневаться. Да, видите, снова крайне непросто понять в каждом конкретном случае, что делать. В самом деле мы иногда хвалим тех, в ком недостаточно гнева, и называем их ровными, а иногда тем, кто зол, даем другое имя, нарекая их истинными мужами. Но осуждение заслуживает не тот, кто немного отходит от совершенства, будь то в сторону большего или меньшего, а тот, кто далеко отходит, ибо такое не остается незамеченным. И арестователь снова поправляется. Люфт добродетелей всегда работает. Даже если вы приближаетесь к середине, это уже лучше, потому что это показатель того, что вы двигаетесь в правильном направлении. Не просто дать определение тому, до какого предела и до какой степени нарушение меры заслуживает осуждение. Так ведь обстоит дело со всем, что относится к чувственно воспринимаемому. А все это частные случаи, и судят о них, руководствуясь чувством. Да, определение добродетели, конечно, дано точно, но осуждение о добродетели в каждом конкретном случае не может быть точно, и достижение добродетели не может быть точно. Из этого Аристотель делает лучший вывод на свете. По отношению к нравственным или моральным добродетелям не может быть радикализма, не может быть жестких требований. То есть, когда христиане требуют, значит, чтобы ты отдал последнюю рубашку и во всех ситуациях подставлял вторую щеку, это требование радикально, это требование экстремизма. Аристотель, как философ, не может требовать таких вещей. Все равно столько вопросов к справедливости возникает сразу. К справедливости, да. Справедливость самая сложная, особенно для целевой аудитории, то есть, для законодателей и учителей. Просто непонятно, почему она все равно остается нравственной, а не умственной. Почему справедливость остается нравственной, а не умственной? Да. Потому что она внешняя и имеет отношение к внешнему, не имеет никакого отношения к внутреннему. Ну, смотрите. Удовольствие и страдания и действие, то, что вызывает страх, то, что вызывает удовольствие и страдания, то, что вызывает корыстолюбие, честолюбие, гнев, не говоря уже про общение с людьми, все находится вне нас, не внутри нас. Только разум находится внутри нас. Ну, когда мы думаем о чём-то, мы же как-то, не знаю, всё равно опираемся на представление о справедливости. Когда мы размышляем над вопросом, что есть, при чём здесь справедливость? Справедливость – это добродетель общения с другими людьми по умолчанию. Справедливость нужна только там, где есть другие люди. Там, где их нет, справедливость не нужна. В лесу нет справедливости. И если вы одна сидите в лесу, там тоже не будет никакой справедливости. Поэтому для философов, которые находятся вне общества, нет никакой справедливости. То есть можно быть счастливым для философов, не будучи при этом справедливым? Не можно, а единственный путь к счастью – это высшая естественная добродетель. Никаких других путей к счастью не существует. Единственное, что нам следует сказать, что Аристотель уверен в существовании совершенно разумного человека, человека, не совершающего ошибок. Подтвердится ли этот вывод, мы узнаем позднее. Последний обзор зачитаем. Итак, стало быть ясно, по крайней мере, что срединый склад во всех случаях заслуживает похвалы, и что следует отклоняться в одних случаях к избытку, а в других – к недостатку. Ибо так мы легче всего достигнем середины и совершенства. Ну, Аристотель делает простое замечание, я думаю, тут нечего особо обсуждать. Есть ли у вас ко второй книге какие-то вопросы? Хорошо, тогда давайте остановимся и начнём после перерыва читать третью.